Два часа дня в Одессе. Информационная служба 7 канала начинает свою работу. В прямом эфире новости в студии Игорь Буренко. Здравствуйте. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никто не помешает новому главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили навести порядок в нашем регионе. Об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции по случаю ежегодного послания к Верховной Раде Украины. Общение с журналистами длилось почти два часа. Вопросы успели задать 22 представителя СМИ из 30 присутствующих. На вопрос о том, стоит ли опасаться всплеска криминогенной ситуации в Одесском регионе, после назначения Саакашвили главой ОГА Порошенко заявил, что такие опасения реальны для тех, кто боится наведения порядка. Журнал Forbes Украина составил ежегодный рейтинг самых благоприятных городов нашей страны для развития бизнеса, который отражает привлекательность украинских городов для компаний, работающих на потребительском рынке. По мнению редакции журнала, на сегодняшний день Одесса среди городов Украины занимает лидирующие позиции по большинству показателей. Человеческий капитал, благосостояние города, инфраструктура, экономическая устойчивость и т.п. Вторую строчку рейтинга занимает город Львов, а на третий расположился Харьков. Льготы на проезд для одесситов отменять не будут. В госбюджете выделено достаточно средств для обеспечения льготного проезда социально незащищенных слоев населения в текущем году. Об этом в интервью Лига бизнес-информ заявил министр социальной политики Украины Павел Розенко. По его словам, льготы на проезд останутся. Выделенного финансирования достаточно для того, чтобы обойтись без сокращений. Впоследствии будут менять принцип предоставления льгот на проезд. Они сохранятся в дальнейшем, но будут работать в другом виде. Юные спортсмены со всей Украины приехали на чемпионат Украины по военно-спортивным многоборьям. Дети от 6 до 9 лет будут стрелять и участвовать в поединках. С юной гордостью украинского спорта ознакомилась наша Олеся Повар. На чемпионате собрались участники из Харькова, Днепропетровска, Запорожья и других городов Украины. Ребята и их родители приехали прямо с сумками. Сегодня в программе соревнований стрельба из пневматической винтовки. Участники ждут своей очереди и не скрывают волнения. Стрелять у меня не всегда получается. Я переживаю. И первый раз на соревнованиях жутко. Справиться с переживанием помогают родители. Но и они говорят, что стрельба дается детям нелегко. В этот раз думали, что все получится. Но, наверное, из-за стрельбы это первое место нам не светит. Но ребята борются за победу. У судейского стола они берут мишени, затем занимают положение лежа, прицеливаются и стреляют. У участников есть только три попытки, чтобы показать, на что они способны. Участникам соревнований от 6 до 9 лет. Многим даже не хватает сил, чтобы перезарядить винтовку. Но, несмотря на юный возраст, ребята попадают точно в цель. Да, прям десяточку. Там интересно заниматься, бегать, драться. Для юных участников это больше, чем просто соревнования. Ребята получают не только первичные навыки стрельбы. Они знакомятся с укладом силовых структур и бытом воинов. Кроме этого, они сходят на экскурсию и увидят достопримечательности Одессы. В Одессе наиболее развито военно-спортивное многоборье. Плюс к тому, в Одессе, как ни в одном из других городов, понимают всю важность военно-патриотического воспитания молодежи и воспитания из них в будущем защитников Родины. Чемпионат продлится еще два дня. Кроме стрельбы, 150 юных спортсменов проявят себя в стилевом бою. Лучших наградят медалями. Олеся Повар, Алексей Барановский, Седьмой канал. И к этому часу у нас пока все. Больше информации смотрите в 16 часов. Хорошего вам дня и, конечно, оставайтесь седьмым.